как ребята всем привет вы на канале в локате выженина у нас сегодня с вами такой домашний формат попью водички и начну с вами беседу мне еще с вами вам рассказать чем с вами поделиться так кто еще не знает кто не видела я здесь подсела на такую содовую фруктовую на без сахара японская или корейская вообще влажность только с улицы пришла вспотела влажность высокая так ребят я хотела на ноготочки сделала себе маникюрчик оцените и с магазина пребиотики покупки небольшие две содовые и хлебушек китайский хлеб вот на самое главное сегодня у нас с вами будет мукбанг я взяла в русской лавке на рынке на рынке знаете каком часах если раньше только один был рынок можно было говорить на рынке джемтиена и всем сразу понятно то сейчас очень много по открывалась этих самых рынков короче на 16 стойки джемтиена у меня импровизация селедки под шубой селедка семгой с рыбкой семгой мне кстати вариант семгой нравится даже больше чем селедка я не скажу что я большая поклонница этой рыбы вот ну вот как ее назвать селедка под шубой семга почему короче и здесь мы с вами картофельное пюре с двумя куриными котлетками вот сейчас мы это дело все организуем на стол погреем и устроим с вами мукбанг поболтаем сейчас ребята я тогда пока выключаю камеру и уже когда все накрою на стол поставлю удобнее штатив чтобы вам было видно что я что я кушаю и поболтаем есть у меня пару по пару историй для вас так и все у меня картошка даже согревается смотрим согрелась она не разогрелась она обычно знаете как на флановке картошечка разогрелась ой тарелочка разогрелась к . нет вот у меня пюре . добавила сюда сливочное масло австралийское так вчерашний день я забрала ту 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 я только голодная просто мурак так но типа семга под шубой даже не салат это не слетка семга под шубой и сейчас хлебушек и так я все ем слепом вот такой вот этот человек я не наедаюсь у меня чувство насыщения нет если я не без следа вот лекция голова тем более он тут риск и не калорийной хотела не будут у меня как-то уже было видео так записал ему банк такой критики что это за блогер сидит ногами ладно не буду в этот раз ребят это вкусненько классная лавочка держит русский но работает я не знаю отношения с этой тайкой или просто рабочий в общем они вдвоем там работают русский мужчина не знаю беларусь или украинцы в общем русскоговорящий и тайка и так же вот они вдвоем работают это готовят вот и у них так вкусно получается здоровски реально вкусно ребят значит хочу с вами поговорить обсудить если вы внимательный зритель заметил далее делала пост в сообществе куча фармацевтики и типа написала расскажу позже что случилось вот сейчас я готова вам рассказать мне маленько легче я тут в первый раз жизни столкнулась с панической атакой прикиньте на фоне чего у нас случилось я думаю что это в принципе какой-то был накопительный эффект до когда человек нервничает нервничает долго нервничает и потом вот как-то бац центральная нервная система ломается вот какой-то ключик маленький слушает а вот к этому тактик и все вкусно у меня вот этим толчком послужил сейчас не поверите ботокс прикиньте межбровку я прокалываю давно начала колоть ее тоже на войну года два я кого года два то есть я его вижу я здесь тоже почти два года короче давно я хмурюсь много и практически не ношу солнечные очки поэтому но как-то у меня вот эта вся часть хмурится значит обратилась я к местному косметологу местному русскоговорящий который здесь живет больше 20 лет столько же работать салону один из лучших да с русско с иностранными работниками ну данном случае за страны снг и россии в общем колула я у нее второй раз и прикиньте вот в этот раз просто до панических атак и двое суток не спала я не могла у меня так сколько ну давление у меня здесь все скалывало вот здесь все тянет я вообще не понимают что происходит мне нужен был какой-то антидот что-то чтобы отпустила вот это вот ощущение я реально не спала двое суток и не могла уснуть я голову вертикально то есть ложишь и все пиздец ощущение что умираешь перелопатила весь интернет оборвалась к своему косметологу которая в россии у меня как бы горит как таковых антидотов нету интернет кстати тоже пишет о том что как противоядие нету вот я думаю да а если у человека аллергия какая-то какая-то ну прям ну серьезно какой-то не знаю там шок анафилактически на там возник да еще на препарат еще учета и как так нет антидота то очень странно конечно ну такого чтобы быстрого реагирования я купила санотворные витамин b группа витамин b как ни в себя его пью и сейчас продолжаю пить как ни в себя массаж лба конечно же вот активный и роликом руками и стало полегче но тот все равно пошел вот я маленько боком сижу да ну асимметрия маленько пошла ну типа отеки при уколах это нормально да ну тем более вот в таких тропических странах отеков больше отекает лицо из-за жары ну вот тем не менее еще маленечко у меня остался птоз надеюсь он скоро пройдет купила мочегонные чтобы быстрее вывести но что хочу сказать вам вот смотрите да я очень долго время колола и здесь была тоже ну делала у нее уже у этого же специалиста то есть тут дело не в специалисте это дело в реакции организма то есть в другой климат другая обстановка и прикиньте вот так вот дала 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 такую вот реакцию это очень страшно я я двое суток не спала прям двое суток не спала ты нереально было ты хочешь просто вот так улопнут туда-сюда туда-сюда делаешь чтобы как-то ему маленько облегчить а еще знаете чем не помогло таблетки короче я купила таблетки они типа обезболивающие и понижающие давление вот когда я их начала пить вместе с витаминами группы d и вот мне стало легче ну конечно очень странная история сама в шоке ну вот надо быть аккуратно то что касается косметологии ну я имею ввиду да вот такие моменты когда что-то в хуже вкалывает в организм вводить какие-то инородные вещества лучше подумать сто раз если у вас в вашей стране при вашем там климате было все нормально все ок то здесь может быть него очень напугалась я говорю я до этого я и паническая така я слышал много от кого что много у кого случается но чтобы сама с этим столкнуться жесть что думаете ребят по этому поводу пишите в комментариях кто-то из вас сталкивался с такой ситуации но я имею ввиду сейчас ну кстати может быть и в косметологии тоже кто не мог уколол что-то сделал и потом а не могут выносить на себе физически терпеть и по поводу конкретно по поводу панических атак вот такой как для себя сделать аналитику часто людей страдают или не указывается это очень страшная вещь прям без шуток когда человек мне раньше говорил что у него случилась паническая атака я как-то знаешь типа из ряда того ой у меня не грей да что человек преувеличивает свою проблему какая блинка мой конеческая атака оказывается нет ребят оказывается нет поэтому надо быть очень 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 аккуратными и лучше конечно пойти в петь до дома или с помощью каких-то других способов решать какую-то свою проблему сейчас я начиталась ну вот как убрать да вот эти вот морщины когда в муришься от солнца перелопатила интернет короче ну конечно же остановилась больше я на фитнес фейсе это делание упражнения лицом напрягая мышцы лица и вот эти вот в пластыре которая заклеиваю да вот на ночь наклеивают я не не помню как они называются надо заказать на валберес ну лазаде в россии валберес в таиланде лазадо вот и сказать что я пойду второй раз на подобную процедуру я не пойду пусть у меня будет лоб в морщинах глубоких буду яичные маски лифтинговые делать ну чтобы пойти еще раз уколоть ботоксом чем мне кажется после тех ощущений которые я пережила даже в россии я этого не стану делать не знаю вспоминаете ощущения мне проще подумаешь речь сделать операцию чем в колодку вот такие вот дела ребят маски со хлебом собираем мы с вами уже доели почти историю вернуться его рассказала жду комментарии ребят реально напишите у кого но были похожие истории по косметологии может быть кому-то тоже не подошел препараты и вот мне интересно как вы убирали снимали вот эти вот симптомы выводили из организма и по поводу панических атак люблю вас а